В мире не все происходит так, как мы хотим. У человека бывают более лучшие ситуации, чем здесь. Ну, то есть для него запланировано лучшее что-то, чем здесь. Понимаете, только развитые люди это могут понять, и тогда они успокаиваются. Потому что мы привязаны друг к другу, близким, и нам кажется, что здесь лучше всего. А может быть это не так. Вот я вам сейчас об одном развитом таком человеке расскажу, и вы узнаете, что есть другое мышление, другое восприятие мира. Рассказать? Один мужчина подошел ко мне, смотрит на меня, ну это после лекции было, такой, видно, выстрадался сильный человек. Говорит, Олег Геннадьевич, у меня ребенок умер. Потом говорит, а за ним второй. Потом говорит, а за ним жена. Я, говорит, остался совсем один. Объясните мне, пожалуйста, в чем дело, почему так? Это, кстати, ваша ситуация похожая очень. Он говорит, объясните, в чем дело. Мы всю жизнь молились, жили честно, праведно. Ну так же, как этот молодой человек, тоже так же ситуация. Говорит, ничего плохого в жизни не делали. Почему Бог забрал моих близких? За что? Я подсмотрел на него, говорю, садитесь рядом со мной. Он сел, я ему говорю, вот смотрите, вы хотите знать правду или вы хотите просто страдать? Он говорит, нет, я хочу знать правду. Я не хочу страдать, я уже устал. Я говорю, Бог забрал ваших близких, потому что им уже пора жить в раю. Они не должны здесь на земле жить, здесь тяжело жить. Они подстрадали свое, и теперь они должны быть счастливыми. Они все втроем сейчас вместе счастливые. И вас ждут к себе. Но тоже, когда отработаете свою карму, пойдите туда к ним тоже. Будьте все вместе счастливыми. Он посмотрел на него, вот так вот на меня запрясся. Так его запрясло. И потом он говорит, Олег Геннадьевич, я это знал давно. Я это знал давно, но почему-то не хотел в это верить, вот в эту правду. Клишком все просто получается. Спасибо вам, что вы открыли мне глаза на эту жизнь. Я теперь не буду страдать. Я все понял. Понимаете, люди очень узкое сознание имеют часто и живут очень узкими интересами. То есть у меня вот есть все, что здесь есть. И я не знаю, что дальше будет. Я не знаю, какие планы, какие планы Бога на нас. Мы ничего не знаем. И вот мы мыслим своими категориями. Если это не получается в этой жизни, все так, как мы хотим, то мы начинаем сильно мучиться, страдать. Но у Бога свои планы на этого человека, понимаете? И его планы никто не сможет сейчас поменять. У него свои планы. Человек живет вечно. Он не живет вот в этом мире. Мы все покинем. Сейчас я вам сделаю предсказание, которое точно сбудется. Через 40 лет, через 40 лет, почти половина людей, которые сидят здесь в этом зале, будут жить в другом месте уже. Не, не будут жить на этой земле, в другом месте уже будут жить. Это 100%. Ну, 40 лет – это ерунда, это совсем немного. Понимаете, то есть жизнь очень быстро меняется в этом мире. Я сегодня даже во время молитвы об этом думал. Я вспоминал свою жизнь и смотрю, все совсем по-другому становится очень быстро. Время идет и так, вот такая же была жизнь, теперь такая, теперь другая. Все очень быстро меняется. Я приехал как-то домой в Тольятти, пошел в свою школу, в которой я учился. У меня как бы память вот о ней осталась, какая она эта школа. Я прихожу, смотрю, школу другая совсем. Она не такая уже совсем. Во всех отношениях. Вот только остались стены такие же, окна даже поменяли. Все поменялось полностью за 40 с лишним лет. И энергетика другая совсем. И другие деревья растут там. Только чуть-чуть, может быть, остались те, которые были тогда. Люди другие, учителя другие. Я хожу там, на меня смотрят, что я здесь делаю. Вот, а я там один из первых учеников в этой школе. И только отстроили, и я там учился. Я понял тогда, что нет уже той школы, в которой я учился. Все. Она осталась только в моей памяти. Больше ее нигде нет, кроме моей памяти. Все остальное другое уже. Так это произойдет с нами в этом мире. И тогда вопрос заключается в том, зачем же нужна эта жизнь? Она не нужна для того, чтобы все было хорошо, как мы думаем. Чтоб у меня все было нормально. Чтоб нормально. Я также и помер тоже надо, чтоб нормально. Вы знаете, на эту тему есть такое смешное анекдот. Врач приходит в палату, и ему медстра говорит, а такой-то больной уже все, ушел из жизни. И он говорит, а он когда уходил, потел? Она говорит, да, потел. Ну, хорошо, хорошо. Потел, значит, хорошо. Какая разница, потел или не потел? Не смешно. Но ему не понравился. Не будет. Понимаете? Все, что здесь происходит в этом мире, то, что мы ценим для себя, не является ценным на самом деле для нашей судьбы часто не на один грант. Потому что ценностью для нашей судьбы является только то, что связано с победой над судьбой. Вот я, допустим, вот женщине сказал, вам надо бегать, чтобы побеждать судьбу. Она говорит, хотите это тоже бегать или нет? Нет, надо бегать. Если она будет бегать, это будет шаг к победе над судьбой. То есть она какой-то шаг сделает. И это запечатлится в ее жизни. Но если она будет молиться Богу, которая молитва, которая даст ей знание, что делать, как побеждать судьбу, тогда это будет не шаг, это будет уже очень большая дистанция пройденная. Понимаете? Сейчас, когда вы уже ничего не можете физически сделать, допустим, вы можете сделать очень много в сердце. Поймите, что мы бесконечно много можем сделать в сердце для помощи другого человека. Бесконечно много. Если бы вы знали, насколько, вы бы сейчас не спрашивали меня, не тратили время. Вы бы просто все время делали это и делали. И тогда в вашем сердце вековала бы радость. Потому что та печаль и страдание, которые вы сейчас испытываете, она имеет только одну причину. Что вы делаете мало для него сейчас. В этом причине все. Что в такие минуты, когда человеку очень трудно, тяжело близкому, нужно много делать в сердце для него. А это означает опять слушаем голос возвышенного человека и молимся. И постепенно в сердце возникает спокойствие. У вас вчера спокойствие возникло в сердце? Время молитвы. Не возникло. Не возникло. Это значит, что вы мало молились. Пять минут вам не хватает. Видите, вы говорите, не можете... Вы не можете на чем-нибудь сосредоточиться. Видите, какой замечательный пример для сегодняшней лекции. Когда человек находится в стрессе, боль заставляет его думать только о боли. Больше ни о чем он думать не может в это время. И если он начинает слышать голос того, кто молится, и вместе с ним постепенно, его сознание постепенно начинает переключаться с боли на звук того, кто молится. И этот звук постепенно приводит человека к спокойствию. Ну, то есть энергия счастья приходит, сердце приходит, медленно. Помочь какому-то другому человеку в это время до свидания. Надо сначала помочь себе, потому что помощь всегда приходит через три круга жизни. Сначала ты должен себя привести в порядок. В этом твоя ответственность перед близким человеком. Потом ты должен в своем сердце настроиться на победу. На победу. То есть я не обрекаю вашего близкого человека. Я говорю, что победа возможна. Ваше сердце может ликовать по поводу него. Но вопрос заключается, какой результат этой победы. Понимаете? То есть результат может быть не такой, как мы ожидаем. Может быть ему легче будет все эти этапы пройти там и так далее. Понимаете? Это тоже победа. Мы хотим счастья друг другу. Но счастье, оно бывает не таким, не всегда таким, как мне хочется. У меня был такой период в жизни. У меня тяжелый период был. Я сильно молился, может быть по 8, по 9 часов в день. Молился о результате, который я считал правильным. И Бог дал совсем другой результат, хотя я чувствовал победу. И потом только через много лет я понял, что вот этот результат гораздо лучше был, который он мне дал, чем тот, который я хотел. Понимаете? Потому что я же не знаю свою будущую судьбу, я не знаю, как она устроится. Если бы то, что я хотел, произошло, моя судьба была бы неполноценной. А сейчас... Ну и Бог не дал просто этого произойти, потому что я же им молюсь, и он выбирает, что лучше для меня. Понимаете? Вы понаблюдайте за этим человеком. Вот смотрите, последний год. Вы не заметили, что как-то он остыл ко всему, что происходит в этом мире? Ну, как-то все неинтересно было. Разве не так? Возвращаться начал. А до этого что было с ним? Я не чувствую, что ему здесь что-то надо. Я вот чувствую, что ему надо что-то там. Ну, может быть, может быть, он из-за этого не взялся из-за какого-то этого всего. Конечно. Если человек взялся за молитву, это же не значит, что ему здесь что-то надо. Он начин заниматься духовной практикой, потому что мы душа, мы не тело. Молитва звучит всегда и везде, она нигде не расстается с человеком. Это самое главное, что у нас есть вообще в жизни. Многие люди этого не понимают. Часто человек так сильно погружается в жизнь вот здесь, что он забывает самое главное. Потому что есть два способа жить. Один способ животной жизни, а другой разумная жизнь. Животная жизнь означает жить в страхе. Что такое жить в страхе? Это постоянная суета. То есть мне надо еда, квартира, машина, жена, дети. То есть я зачем все это делаю? Потому что я боюсь, чтобы жизнь была не была несчастной. То есть я постоянно забочусь о своей жизни здесь. Ну а жизнь здесь, в человеческом теле, разумное существование, предназначено для того, чтобы я осознал свою вечную природу, что я вечный. А все, что здесь происходит, это просто дополнение, чтобы я не волновался. Так люди из-за этого дополнения тратят всю свою жизнь, а главного, ради чего жизнь есть хотя бы пять минут в день, они не делают. И потом, когда жизнь заканчивается, они чувствуют, что что-то не то. А не то как раз вот в этом, что ты не настроился на то, что является главным. Ты сделал все второстепенное. Главное, ничего не делал. Так делайте сейчас в главный раз вам тяжело. Вот вы находитесь в стрессе, вы даже не можете сосредоточиться сейчас толком. Ну так делайте то, что я вам сказал, вы увидите, как все поменяется. Вы обретете себя, поможете человеку, веру обретете и сильный, глубокий опыт жизненный. Спасибо вам тоже. что вы слушали меня. Сейчас у меня тяжелый период идет по планетам. И поэтому, видите, Бог меня ставит в разные ситуации, в которых мне надо принимать решения. Он мне показывает разные случаи, где я должен быть строгим, вести себя бескомпромиссно. И я обманываю. Мне дают выбор, что мне лгать или говорить правильно. И говорит, я не знаю, тоже обман. Я знаю. Мне такая ситуация была точь-в-точь, как у вас. я тоже знал, что будет дальше. И мне пришлось вот этот поток страдания, вытерпеть моего близкого человека. Потому что я не могу ему лгать. Говорю, что все будет хорошо. жизнь есть жизнь, мы не можем ничего здесь себе особо на что-то рассчитывать, что не положено. так поговорим немножко с вами о стрессе. Спасибо вам большое. Розы есть сегодня. Все, кто хотел розы, отходите раньше. Итак, мы с вами поговорим сегодня о стадиях стресса, чтобы распознавать его в себе. Это важная тема, важная информация для жизни человека. Потому что не все понимают, что это такое, как он действует. Итак, мы говорили о том, что если я сильно надеюсь на что-то в этом мире, на то, чего нет, если я выбрал не ту цель в жизни, если я имею что-то в жизни, что не соответствует, ну, как главное, что не соответствует главному, тогда, несомненно, потеря этого, как мне кажется, главного приведет к тому, что моя нить жизненная нить оборвется. Это не значит, что я оставлю жизнь, просто есть такие люди, которые живут, как будто бы не живут. То есть, они просто живут и не знают, зачем они здесь живут, как они живут. Они просто страдают, мучаются, им тяжело, им плохо, и они не видят из этого никакого выхода. Поднимите руку, у кого сейчас такая жизнь, честно. Все, кто поднял руку, вы находитесь в стрессе сейчас, в стрессе. Что такое стресс? Это когда человек проходит свои экзамены в жизни. Ну, практически каждый человек обязательно попадет в стрессе, потому что чаще всего без стресса верить в Бога не получится, потому что вера это такая неординарная вещь. Это то, что возникает в человеке в сердце через сильную боль чаще всего. И вера прорывается Бога сквозь жуткое вот это жуткое страдание, в котором у человека есть два варианта. Или в это страдание погибнуть, или все-таки веровать в высшее то, что спасает. Понимаете, проблема заключается в том, что стресс это не игра с нашим воображением. Это действительно суровая штука, потому что если человек все-таки не принимает правила игры, то есть он не хочет верить в Бога, не хочет высшей силой верить, то обычно это заканчивается печально. Длительная депрессия она не приводит ни к чему хорошему. Это приводит к хроническим заболеваниям, может привести к психическому заболеванию, это может привести к тому, что человек уже потом вряд ли выкороткается из этого всего, потому что сил уже совсем не будет. ну то есть понимаете, запускать эту ситуацию своим сердцем, когда человеку плохо, нельзя. Вот это, когда человек живет в депрессии, это не значит, что все скоро кончится, я таким же молодым и веселым буду. Нет, депрессия разрушает жизнь человека, потому что когда не хватает энергии счастья, от этого рушится здоровье, рушатся органы, вся система, которая обеспечивает нас жизнью, она не может долго терпеть вот это вот несчастное состояние. А несчастное состояние, оно возникает и мы с ним ничего не сможем сделать, оно вот часто люди ждут, когда же закончится стресс, а он может никогда сам не закончится, потому что нужны какие-то экстрагернарные усилия, какие-то усилия внутренние, направленные на обретение себя, своей веры в жизни, своего пути. Часто вы знаете, люди бывают так влюбляются, что потом просто лишают себя жизни, когда лишаются любви. Это совсем неправильное мышление, это совсем не то, что надо. И такой человек, который такой поступок совершает из-за любви, из-за тяжелой ситуации в жизни, разрушает свою жизнь, этот человек будет потом наказан судьбой, потому что цель жизни не упрямство наше, цель жизни это знание. Человек должен обрести знание, как правильно поступать. Иногда правильный поступок не укладывается вообще в голове. Непонятно, что это правильно, вот именно так. Например, некоторые люди думают, что страдать за близкого человека, когда непреодолимая судьба на него действует, это и есть правильно. Ну, то есть надо плакать за него, мучиться за него, и вот это правильно, это все помогает. Нет, это неправильно. Это грех так делать. Самое правильное это думать о Боге, молиться и чувствовать победу в сердце за близкого человека. Каждую секунду жизни, когда ему непреодолимо тяжело, надо быть настолько сильным, чтобы отдавать ему всю эту силу и за него сражаться в своем сердце. Сражение означает работа памяти. Часто люди думают, сражение это надо что-то внешнее там колоть, пилить и в этом победа. Конечно, такие сражения тоже бывают, когда человек что-то внешнее делает, он как бы копирует внутреннее состояние. Например, некоторые победы над судьбой бегут без остановки и чувствуют, что побеждают судьбу. Если кому-то плохо, они своим бегом помогают тому человеку. Такой способ тоже есть, это работает, но это работает слабо. надо понять, что самое сильное, что в нашем мире работает, это память. Куда идет моя память? Если моя память настроена на страх, страдания и мучения, это значит, что я совершаю грех. Если моя память настроена на звук молитвы, на святость, на чистоту, на духовность, и я не хочу отвлекаться от этого, потому что я знаю, что любое отвлечение приведет меня к поражению в судьбе, когда мне трудно, тяжелый период жизни, это и есть мудрость. Вот так мыслите жить. Даже когда я об этом говорю, вам уже легче становится, потому что именно эта же энергия через слова об этом идет, энергия победы, энергия Бога. Поэтому или слушать о том, как правильно жить, или учиться правильно жить в трудные периоды жизни является самым главным действием, которое человек должен совершать. Надо понять, что вера всегда работает. Допустим, люди по какой-то причине не могут, не знают, кто такой Бог, но если они верят в чистые и светлые отношения с природой, с людьми, то через них тоже Бог действует. Когда люди очень чисто и светло воспринимают кого-то, через это тоже действует Бог. Но лучше всего не обманывать себя, а непосредственно понимать, что надо настраиваться на святость. Вот те святые люди, люди священные, священные места, священное писание и так далее. Святое Имя Бога все это является силой побеждающей нашу судьбу. Все это является такой силой. И если человек настраивается на эти разные источники в соответствии с его мировоззрением, допустим, мусульмане не настраиваются на образ, они зато настраиваются на звук или на священное писание настраиваются. В разных духовных традициях дают разные методики потому что люди все разные. Нельзя сказать, что настраиваться на образ неправильно. Это правильно. Но для человека, который выбрал какую-то веру мусульманскую, ему это не подходит. Потому что у него другое мышление, у него другой тип восприятия мира, ему специально для него это священное писание говорит, вот так надо. Не надо образ создавать, настраиваться на звук. Это очень мощный метод. Он работает. И так далее. Но в других священных писаниях говорят, что надо на образ настраиваться для тех, кому это правильно. И поэтому путь к Богу непостижимо сложно понять чужой. Вот допустим, ты чувствуешь, классно вот так и думаешь, все должны быть точно так же делать. Нет. В этом заключается непостижимая сложность. Поэтому часто люди ни разу не понимают, зачем нужны другие какие-то веры, помимо моей. это такой фанатичный настрой жизни. Люди отрицают другие веры, потому что только вот это самое лучшее. Но это признак незрелости. Бог дает людям разные веры, разные пути в зависимости от их природы, как устроено их сознание. Но если говорить об испытаниях, то самое сильное испытание в жизни человека это стресс. давайте поговорим о нем поглубже, чтобы вы поняли почему так. Итак, первое, что происходит. Человек, допустим, верил, девушка верила в мужа, муж ее бросил, ушел. Как вы думаете, если девушка верит в мужа как в Бога, он может остаться с ней или нет? конечно, кто считает, что может? Вы считаете. Сейчас я вам расскажу интересную вещь. Вот если в вас девушка будет верить как в Бога, то эта вера сделает две вещи. Первое, так как вы не Бог, вы ей назад столько не дадите, сколько это, ну, когда в человека верит, он должен назад давать столько же, сколько берет. Вот например, допустим, что такое вера, чем она от влюбленности отличается. Допустим, девушка поверила в парня, но она так сильно влюбилась, что в него поверила, вместо Бога. Результат какой? Первое, она без него жить не сможет, он должен быть постоянно рядом в ее сознании. Раз. Она не сможет принять от него ни малейшего предательства вообще, ну, то есть ничего, что не соответствует ее представлениям о жизни. Два, означает ревность, вот эти все последствия вытекающие. Дальше, она не сможет быть рядом с ним и без него. то есть, допустим, у вас какие-то дела есть, она вам не даст делать никакие дела, она будет пытаться от вас, взять все внимание постоянно. Теперь у меня вопрос, кто из вас попадал в такую ситуацию, что в вас верили как бога? Вот любовь такая сильная была, что вас как бога верили и человек вот так какие отношения с вами строил. так, вы еще кто есть? Вы еще вы согласны со мной, что это невыносимая ситуация? Согласны вы, девушка, согласны? А вы согласны? Все втроем согласны. Ситуация невыносимая. Человек не может выдержать чужую веру. Не может выдержать. То есть, она просто раздербанивает на части, то есть, высасывает все силы. Поднимите руку, кого любили, вас любились, и вы не могли с человеком общаться, потому что все силы из вас высасывала любленность этого человека. Поднимите. Вот это то же самое. Значит, он вас поверит, а не любил вас. Понимаете? Да. Вот это означает вера. И что, в этой ситуации возможно оставаться рядом? Нет? Молодой человек. Можно? Ну, честно сказать. невозможно, да. Или он меняет свою любовь, то есть успокаивается человек, или все будет разрушено. Поэтому надо знать, что если ты поверил в кого-то как бога, в человека, то это означает один только вариант исхода. Только один. Это разрушение отношений. все уже четко заранее расписано. Если ты хочешь верить в кого-то чего-то другое, не в бога, всегда эта вера приведет тебя к поражению. То же самое, допустим, ты поверил в квартиру вместо бога. Здесь сильно хочется квартиру. Что это значит? Это значит, что ты будешь совершенно неразумно заключать какие-то договора с какими-то банками, брать какие-то ипотеки. У тебя не будет никаких мозгов решения этого вопроса. И в результате ты попадешь в рабство и будешь испытывать жуткие страдания, потому что твоей этой верой будут пользоваться, чтобы выколачивать из тебя деньги. И ты придешь их выколачивать из себя. Потому что это узаконенное мероприятие. И ты будешь мучиться, тебе нельзя будет ни в отпуск ездить, ни работу сменить, потому что надо будет постоянно платить, 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 платить и много лет. А причина почему так просто твоя мечта, которую ты хотел осуществить. Ну дай Бог, чтобы эта мечта была не такой слепой, чтобы потом с ума сойти, если что не получилось. Редактор субтитров Корректор